Ну и что же, что же, что же, доброго времени суток, рад вас всех приветствовать на встрече между командой героек Элиэд Рейнджерс против команды Аниме ММР. Противостояние в формате ладера Кап, это, насколько я понимаю, третий день его. Ну и что же, в первой статье у нас ребята забирают себе связки персонажей, а именно Угармага и Дарксира, а их оппоненты из команды Аниме ММР забирают себе связку Акса и Леона, что очень-очень интересно, потому что персонажи берут этого крайне-крайне редко. Ну что же, в банос точно так же отправились такие персонажи, как, разумеется, самый непревзойденный от World of War, которого банят последние полторы недели каждый-каждый-каждый раз в первой стадии. Банится у нас еще Инвокер, банится Shadow Demon, Faceless Void и Oracle от команды ММР. К сожалению, у меня не будет сакастера в этой игре, очень печально то, что у него произошел очень сильный рассинхрон в доте, мы с ним просидели на связи почти целый час, просто сидели и болтали с ним, было очень занятно, надеюсь, вам тоже хоть сколько-то да понравилось. Ну что же, в банос сейчас отправился Кунка и остаются еще последние баны, после чего, наконец-то, еще вторая стадия, ребята начнут открывать свою стратегию. Очень интересно посмотреть на реализацию пика команды Аниме ММР, потому что Акс это такой персонаж, если ты его не реализуешь в начальной игре, то в конечном итоге он будет полностью бесполезным. А тут это важно как никогда, да, потому что против вас уже напекали такого жира, как Дарксир, как Огар Маг. Я бы на вашем месте еще забанил Рики, потому что Дарксир Рики очень болезненно сказывается на любом лайне. Миддл лейн у вас будет постоянно проседать по хитпоинтам, это раз. Второй у вас будет по КД проседать по хитпоинтам. Легкая линия, так как получает Дарксир третий уровень Рики, получает на себя Айншел, Дарксир получает на себя Айншел, и ребята просто бегают вокруг своих противников. По минус 100 хп за секунду ты будешь просто расплюнуть. Ну и нужно думать, что забирать, потому что вариантов, в принципе, масса. Особенно меня смущает наличие Дарксира. Вот я не знаю, вот прям ненавижу этого персонажа всем сердцем и душой, ибо персонаж крайне унылый, если нет под него какой-то связки. Поэтому зачастую он либо спокойно фармит лес 10 минут, либо торчит на лайне, банально откидываясь Айншелами. Только за счет них видит крипов. Кстати, в чем меня еще очень сильно удивляет, команда ММР забанила Оракла, который идеально смотрится против Дарксира. А именно Дарксир выбегает под Айншел, а Айншел моментально снимается первым спелом. Поэтому смысл был банить, я не знаю. Но, скорее всего, боюсь отдать своему поменятым связку. Оракл плюс Хускар. Хотя Оракла вы первого будет. Хотя Оракла вы бы забирали первыми. Ну и что ж, ребят нас из команды Хероик или Рейнджер забирают себе еще и СВН. И это чудесно, что уже три жирных персонажа и вы прям решили пройтись по абсолютному топу. Что еще самое главное, то что эти персонажи не будут убиваться в Блэдмейл. Ни Дарксир, ни СВН, ни Огрмак. Ибо демажа с руки у них не особо много. Того самого хваленого ДПМа. Плюс СВН в случае чего кидает на своих союзников Варкрай. И ребята получают, сколько там на максимальном уровне прокачки, плюс 20 брони. Это и правда невероятно много. Ну, для сравнения вам скажу то, что Берсекер Сколд Акса дает 40 брони. Тут вы получаете 20-ку на всю команду. Это очень много. Ну, просто невероятно. Вы почти не ощущаете, что тысячи своих противников сокращается что-то в районе 30% демеджа. Ну и что, забирается еще у нас Лайфстиллер. Вот это интересно, потому что Лайфстиллер, насколько я знаю, очень ужасно сражается против СВНа. Да, СВН это герой-стренджевик. И, блин, понятно ежу. Только дело в другом, что этот самый СВН очень спокойно переваливает по своему ДПМу Лайфстиллера. Под ГДС его остановить вообще нереально. И как только Лайфстиллер получит по себе стан, он будет моментально отправляться либо в таверну, либо куда-либо еще. ГДС этот переждать в Крипе невозможно. Потому что Крип погибнет, ты погибнешь вместе с ним. И, кстати, что меня еще очень сильно смущает, это, по-любому, все из вас видели бостонские открытые квалы, когда начало участвовать невероятное количество команд, и все старались принести что-то новенькое в эту игру. Кстати, героики у нас еще забирают и Рубика. Очень интересный пик, кстати, добрать им только 7 мидл лейн. Хотя я как-то видел то, что у нас на Рубике катал Миракл в миду. Правда, у них на Майнкере в том случае был Моркин, который очень мобильно перемещался абсолютно по всей карте, и они вместе делали уйму фрагов. Посмотрим, как тут будет эта реализация этого персонажа чудесного. Баннаши отправилась в Дэд Профит, как ласпик для команды героика Элит Рейнджерс, но... нужно подумать, какого себе брать ММР. И вот к чему я говорил про открытые квалификации на бостонский мейджор, только подумайте. Вот до этого Варлока никто не брал, абсолютно. Это был настолько редкий пик, насколько можно было себе только представить. персонаж очень мощный, если он идет в миддл лейн. Он... У него гора дэмэджа с руки. У него есть Фатал Бонз, который накидываешь на крипов. Да, хотя бы первый левел, ты накидываешь этот Фатал Бонз на вражеского мидера, на двух крипов, эти два крипа, получаешь хотя бы пару тычек, вражеский мидер уже отлетает на 250 хитпоинтов. Это невероятно много. Поэтому, почему его до этого раньше игнорировали, я не знаю. Ну и в позицию мидера его вообще почему-то никто не берет. Как по мне, это немного странно. В итоге, у нас рейнджеры забирают себе Магнуса и ММРом нужно отдумать свой ласт пик. Вариантов не особо много. Как по мне, могла бы зайти темпларка, но темпларка смущает лишь тем, что у вас есть. Точнее, против вас есть такие персонажи, как Дарксир с Майншеллом и Огрмак с Игнайтом, которые будете очень быстро сбивать. А так зашло бы он тут на ура. Да и стоит против Магнуса он довольно-таки вальяжно. Инвокер не в бане. А нет, в бане. В первой стадии рейнджеры его забанили. Черт. Квопа. Чтобы кайти. Но столько жира она навряд ли будет сдувать ультимейтом, поэтому приходится искать альтернативу. Лина не в бане, но Лина такой себе против Свена. Ну хотя, как это красиво бы выглядело. Представляете себе ультимейт Лагуна Лины. Палец Леона. Все в одного персонажа. Но с накидом Глиммер он почти ничего не ощущает. Вот это было бы красиво. Я бы ну, наверное, взорвался бы на месте саппорта команды Аниме ММР. Ну и мидера команды Аниме ММР. Да и в принципе мне было бы сейчас очень интересно глянуть, как они будут себя реализовать по ходу игры. Потому что насколько я знаю Варлок у нас не такой сильный саппорт, но блин, если у нас сейчас будет две даблы, а именно Акс плюс Варлок отправляется на легкую линию, точнее на сложную линию, а Леон плюс Гулян отправляется на легкую линию, плюс Шторм Спирит Соло Мидл. Тогда была это у нас очень интересная игра. Шторм будет активно кайтить Свена вообще по ходу игры Магнуса. Точно так же он в принципе в Миду будет переигрывать и к сожалению меня дропает. Вы уж извиняйте, надеюсь, что в ближайшее время я смогу переподключиться вообще без каких-либо проблем. Оп, заодно худый пост. Будет какая-то радость есть. Ну и что же, я все-таки переподключился. Нужно, наверное, сделать краткий обзор команды. Я начну с команды Аниме ММР. Они нас играют за сторону Сил Света и представлять, честь команды в этом противостоянии у нас будет Фаер Сторм, который у нас катает на Гуле. 8-3-9-2, если я не ошибаюсь и с глазами у меня проблем нет. У нас катает на Шторм Спирити. Малтера у нас садится на Леона и Илюшка Гроза у нас забирает Акса. Переподключается у нас последний игрок команды Сил Света. Он же Пантомем. Пантомем нас играет на Варлоке. Ну а переподключимся на команду Хер и как мы видим у нас тут немного странные пики, немного странные персонажи, но вообще игроки, которых я вижу впервые. Надеюсь, что у нас будет еще с ними целая куча встреч, потому что ребята имеют все шансы на выход и бы стратегия у них идеальная. Через РП, через СВН это будет красиво. В итоге нас Рикс у нас катает на Угром Маги. Блин. Тордигер любит тигров у нас играет на СВНИ. Иероглиф у нас катает на Рубике. Айс Пингвин у нас катает на Дарксире. И Сим Тернал у нас забирает к себе Магнуса. В итоге такой незамысловатый пик. Ребята у нас начинают разбегаться по лайнам. ММР у нас током ничего не делая. Ну в смысле не забирая смоков. Чего вы реально без смоков пойдете? Ну да ладно. Извращуги какие. Ставится пауза от Варлока. Чем она обоснована я к сожалению не знаю. Никто из команд этого не пишет. Варлока. 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 Продолжение следует... 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 Опа, замедлил, тычка Еще одна, 29 хп Не достаешь Муспида у Магнуса, к сожалению, больше Все-таки персонаж заточен под этого Так, начинаем, ребята, разбирать айс пингвины Если у них ванды, ванды Не выдаются по Дарксерву И то они своих кладов бы не дали Очень опрометчиво поступили ребята Что, начинает он спокойно крипиться у себя на лайне По крипам у него уже 19 на 2 В то время как у его оппонента на свене 6 на 1 Очень сильно просил на свен за счет наличия акции у команды Аниме ММР Очень хорошо они его реализуют Я все-таки думал, что он пойдет в соло лей Но, как мы видим, этого не оправдалось и хорошо Блин, пытался заложить У нас прямо сейчас варлок, но немного не срослось В миддл лейне у нас пытаются ребята втроем забрать мидера команды Аниме ММР Тот на развороте зачем-то откидывается и, возможно, даже из-за этого погибнет Игнает пошел Игнает очень болезненно на нем будет сказываться Игненька у нас валяется Если Огрмак ее забрал бы, это было бы печаль и боль Выходит Рубик, получая по себе оверчарж Блин, не оверчарж, а оверсроп он там называется, спел Оверлоуд вообще Извиняюсь Поэтому у нас сейчас вниз еще стягиваются сразу же два саппорта Лем потянулся на руну под контроль по мощному тиммейту То же самое сделал нас и варлок Айс Пингвин нас пытается убежать Понимая, что в спине у него возможно сейчас будет находиться один из-за панев Который будет крайне нежелателен И избегает своей неудачной участи Ну да ладно Наполеянный хп у нас же отъехал Магнус, Магнус очень активно разбивает Остается у него по хп всего лишь 10-50 единиц По-моему даже забузенный ботл есть Нет, забузенного ботла нет Он только-только плывет Тут у нас пытается разбить лицо, что распирит своему оппоненту Магнус убегает, у Магнуса совсем четко хп осталось Силки там остается 20 хп Регеница бутуги, 14 хп было Там осталось всего лишь одну тысячку дать по огромагу В итоге бы твой оппонент В центральном коридоре погибал бы Твой противник Тот персонаж, которым ты воюешь И вы мне сегодня уже рассказали о том Что мне крайне часто повторяется это слово в моей речи Пытаюсь это исправить Фаерсторм у нас находится на лоу хп На такой лютой-лютой грани И как бы сейчас ему эту грань Не сократить В нулину и не отдать своему оппоненту Столь желанный фраг Посмотрим Есть у Дарксира уже Солринг Есть у него почти всегда датки в ботинок И кстати первые три Блин Первые три крипстата принадлежат игрокам из команды Аниме ММР Все у них неплохо Есть у Росперита Солринг Даже плывет ему за каким-то боком Воу Я же показал, что ему за каким-то боком плывут ранквил Я такой Нифига себе Что тут мутит нас парень Ну да ладно Все равно Навряд ли смог бы как-то с этим бороться От нас пошел Пошла привязка по Магнусу Магнусу пошла Хилка Варлока И залетает нас 8-3-9-2 на Рубик Рубик тут будет погибать Что, что, что Неужели тебя раскайтили? Нет, вылетел Все-таки смог догнать своего оппонента Тут у нас пытается Магнус запинать Варлока У него это получается на ура Остается у него три сотни хп Будет ли за ним гнаться? Сторон спирит Это под вопросом Тут Наса, кстати Износявкал С его оппонента на Свене Свену все категорически болезненно сказывается Всего лишь пятый уровень Он на седьмой минуте Это мейнкерри команды Рейнджер Команда Рейнджеров Все не очень болезненно Саппорта, кстати, рядом не было Насколько я знаю На саппорт третьего левела Ну вот все вообще не айс Переведем взгляд в мид Нас Магнус шестого Шторон спирит седьмого Магнус, кстати, на шестом левеле РП не качал Вот это тоже очень странный мув Возможно бы это РП Помозволило ему забрать Что-то вперед А с кем-нибудь из тиммейтов Ну да ладно Добегает нас в Варлок Потому что, если накинуть хилку Немного не хватило ему По рейнджу Заходит нас с Игнает От Огр Мага И сейчас пойдет Телекинез Телекинез заходит нас По Варлоку И сейчас будет его сквиверить Нет Просто шок вейв И в итоге будет погибеть Для Магнуса Магнус погибает То же самое Возможно будет касаться Остальных участников Этой команды Хотя нет Всех добровольно отпускают Но Акс Заходит спокойно на Зотавр Есть у него уже Транквил Есть у него Стика Есть у него даже и Владимир Это прекрасно С таким Зотаром Он может спокойно фармить На лане не опасаясь ничего Особенно приходит Прижимать ГДС Для того, чтобы Выфармить хоть что-то В своем лесу Думаю, что поражение Выглядит именно так Тут у нас Мальтера Блин, воюет Вместе с Ферр Штормом С Айс Пингвином И в итоге У них все получается Замечательно Ликвидируют они Своего оппонента Своего противника Этого лютого Дарксира Который столько Боли и ненависти Принес Лайвстилеру Что моментально Достигается Нирвана Как мы видим По фарму Глименты на 10 Появится Догождан Нормлет Плюс есть ФС Есть Блэйдстоун Есть даже Тапорик Тут у нас ребят Ночная атакса пилит Но навряд ли вы сможете Вообще его пробить Пармор у него 7 единиц Плюс Да ладно Какая разница У нас Шторм Спокойно залетает Саверлода забирает Одного своего оппонента Второго своего оппонента Нет Осталось всего лишь Сотни хп Плюс стика Почти полная Рубик отбивает Это господский Счастерик убийств Замечательная реализация Стики Замечательная реализация ДД Вместе с Солдерингом Тавра на топинг Кстати почти упал Осталось всего лишь Пять сотен хп Как по мне Это всего ничего Привет Андрей Очень рад тебя тут видеть Ну да ладно Что у нас Тавра снизу У нас начинает Постепенно отваливаться Фарерл сторм Начинает его разгрызать Есть у него блэйдстоун Тавр будет падать Скорее всего быстро Сколько тут Два стармора Будет целых 18 Чудесно же Будет падать Гораздо Гораздо быстрее Плюс у нас между то время Встает Илюшка Улюшка есть Как я ранее говорил Вангвард Который позволяет ему Спокойно танковать Абсолютно всех крипов Единственное что тут Бойдет Крип с щиточком Это вдвойне неприятно Хотя моментально Он погибает У Тавра уже Осталось 400 хп Никто больше не подходит Варлок у нас Смещается Мидл лейн Тут у нас находится Магнус Возможно даже сейчас Со Шторм Спиритом Будет гагнуть Этого самого Магнуса Но из хосту У нас поднимает 8-3-9-2 И будет выходить на него Магнус увидит Ихилка на него пошла Тут спина забегает У нас Рубик С телекинезом Третьего уровня У нас Рубик И скорее всего Он сейчас будет погибать На Солринге У нас плетает на него Шторм Спирит Шторм Спирит Его очень агрессивно лупит Стан заходит от Леона Ренант Ренант убивает его Ну а тут Пингвин Пытается убежать Но он точно такой же У него Шторм Спирита Поэтому убежать Нет возможности Никакой В итоге полностью Команда Сил Свет Заходит у нас Во вражеские леса Блочный от Фересторм Дарксирует Чтобы тот не убежал На развороте И это Дабл Кьют Для 8-3-9-2 Господствующий Точнее Неудержимый Стрекубист И все у него чудесно Армилет Появляется 11-ая минута К сожалению Чутка по таймингам Я неверно предсказал Но думаю Это не особо критично У Леона Кстати Уже есть 6-ой левел Это колоссальное Преимущество Для команды Потому что Рубик С такой же позиции Имеет 3-й левел Огромаг 4-й И это Очень хороший Будет для команды Илюшка у нас Начинает Пушить С ними тиммейтами Тавр Тавр точно так же Будет падать Колоссально Колоссально быстро Под Блайстоуном Под Телегой Глиф Приходится Трать команду Сил Света На этот тавр Но думаю Что он все равно Упадет Ибо дефть Вы все равно Нормально не будете По всей видимости Магнус не стягивает То же самое касается Свена Свен точно так же Не стягивался И ребята дают курс На Рошана Вот это уже Очень интересно Чем вы на 10 минуте Будете его убивать У Гули по дэмэджу Не особо много Акс тоже такой себе Дамагер Что распилить Тоже под вопросом Поэтому не знаю Да и Дезолятор Там не предвидится Особо ранее у Гули Возможно будет Сейчас заходить На Т1 тавр В виду После чего Спокойно ретироваться На верхнюю линию Где будут забирать Абсолютно все Вражеские Внешние тавра На Мальтер у нас Выходит Свен Свен Стан в крипов Получает на развороте Хекс Или он банально Выжмет тп В итоге уходит Легко Непринужденно Есть стаки Эншентов Точнее будут они Производиться В ближайшее время А тут у нас Паверсторм Палет Айс Пингвин Айс Пингвин Прожимает на себя Сюрч Старается уйти Тут у нас Залетает Илюшка Отлично С дайгера Под тюрджом Дает сюда Свой Квилинг Блейд И ликвидирует Дарксира Замечательно сыграно В этом моменте было По другому никак не сказать Угули есть Хотят сказать инфест Но инфеста нет Он отлично Вылетел Плотную к Дарксиру Из него Что дало Тот самый Необходимый Дэмэдж Для того чтобы Акс мог ультануть Ну и запрыгивает Он прямо под тавр Начинает раскручиваться Пытается Максимально быстро Ликвидировать Крипов Которые его окружили Но что-то не крутится В последнее время Есть у него вангвард Есть у него транквилы Плюс еще блэдмейл Почти появился Но оппонент Уже сжимается у себя На базе Думаю что можно В принципе писать гг Ребят По фарму Вы отстаете колоссально Колоссально вы отстаете Вам нечем Это камбэк 10 тысяч по золоту Преимущественно 13 минуте Сумеется что такое Отыгрывается По опыту Преимущество Оставляет порядка Пяти тысяч Как минимум Это Ну не знаю Левела четыре На команду На каждого персонажа Это полтора левела Это очень много Ну да ладно Нас варлок тут Развлекается с големами Да молодец Фантомы Тут нас запрыгивает Аксак запрыгивает Замечательно По трём оппоненту И даже у нас летает Что раз перезаходит Голем по четырём оппоненту Найти всех Виспотал бонс Это минус Минус четыре Свена единица Кого не было Хотя сын находился В спине Тут же заходит По нему палец От Леона И заходит Тычка Шторм Спирита В итоге Это минус три В исполнении команды Аниме ММР И они могут Спокойно заходить На Т2 После чего Ориентироваться На вражеской Т3 Ну или даже На Рошана Как будет удобнее Да Падает у нас Т2 И ребята Сягиваются вообще наверх Странное решение Ну да ладно Кстати Гуля будет сейчас Собирать вообще Алибарду Блин Саблю Все время путаю Эти два артефакта Ну Блин Да они реально Сами по себе похожи Просто взгляните Вот эхо сейбр Блин Еще у нас там собирается А вот сабли Ну почти Вот один в один Ну вот я Я бы даже не отличил Хей Смоки у нас Прижимаются от команды Сил тьмы Ребята у нас Заходят На свой рошпит По 70 их моментально Палет гуля Гуля получает по себе Стан Свена Получает по себе Телекинезис То же самое Делается и со скьювером В итоге пытается убежать Прожимает она армлет Что-то хп у него есть Ах запрыгает пятерых Отличный прыг Только что был в его исполнении Даже у нас летает Шторм Шторм летает неплохо Прожимает гдс На Свен И Свен разрубает Двух оппонентов Это минус 2 На пустом месте Ребята Мы только что потребили Небольшой камбэк Полторы тысячи по золоту У нас приобретает За этот замес Свен Это чудовищно Че же так фидите-то Могли спокойно Отсюда отойти Ну да ладно Что было То есть сделано Есть у Варлока Арканы Доголем 60 секунд Почти целая минута Поэтому лезть не стоит Но гулясь Я дособирала почти Ту самую заветную саблю У Леона Появится через 200 золота Даггеря Тогда уже возможно Будет ответная инициация У нас получает Прямо сейчас по себе Абсолютно все Варлок Варлок погибает Фотолбон замолкнулся Но вряд ли этого будет хватать 8392 У нас ликвидирует курьер 9 зарядов в Булстоне У него есть И пытается он сейчас Улететь на развороте Это ему дается Отлично Скорее всего Сейчас будет на базу Улетай Потому что по маневу Он очень сильно просел Хотя Булстон Уже зарегенил почти 200 единиц За буквально 5 секунд Это круто Не знаю Я привык Виде то что гулят Собирает себе Вторым айтемом Не саблю А собирает себе Дезолятор И с этим Дезолятором Уже можно спокойно Заходить и ломать Рошана Ибо выглядит это очень круто Тем более у тебя в команде Уже двое арканов Есть Поэтому в случае чего Ман реген Тебе тут не особо-то нужен Будет всегда с аборта Заливать эту самую Заливать эту самую Заветную ману И что пошел нас Инфест Инфест пошел У нас Шторг спирит Шторг спирит Находится под эффектом Дабл дэмэджа Прыгает нас Леон Отличный Стал в никуда Контр Хеликс Нас никто не прожимал То же самое Касается и Берсекер Скола Про который Изначально Хотел сказать Ну да ладно Ребята Сделали важный минус На Дарк серии Дарк серии Она кстати играет Без стенки И все равно Зачем-то в тройку Вкачан Вот этого я понять не могу Делает он бэбэк И что-то сейчас Будет с ним бэбэком Я тоже тебе не представляю Скорее всего Просто создавать видимость Наличия стенки У СВН появляется Наконец-то Сабля Немного рановато Точнее поздновато Потому что Ну на текущий момент Она должна была Пыляться минуте на 12 Это нормальные тайминги Без учета Фарма Эджентов С ним возможно Даже еще немного быстрее Есть импавер у него Импавер Плюс Замакшенный Клиф Это целых 86% Урона По области Вот у нас ребята Берут спокойно Разрезают Огромага То же самое Кпассивность Будет сейчас касаться И Рубик Рубик точно так же погибает Это размен 2 в 0 Отличный Голем заходит По трем оппонентам Разгрызает Начинают Магнуса Но навряд ли Это получится Воплотить жизнь В итоге ребята Решили Переквалифицироваться На Т3 Тауэр В миду Тут нас запрыгивает Свен Откидывается Станом По голему В итоге Гулял Он успевает Убежать Тяг Сагрит На себя Оппонентов Моментально Прожимает Телепорт Зачем это сделать Так и не понял Ну да ладно С раскрутки Убивает Свена И убивают Они еще и Дарксир То же самое Делают они И с Магнусом Пока что Размен 5 в 0 Где-то Тим вайб Был неплохой Но саппорты К сожалению Уже успели появиться Значит что Спушить не получится Прямо сейчас Пока вы их Не вымоните Или не забьете С большого Большого рейнджа Фатал бонз Есть Фатал бонз Нас накидывается На Ну да ладно Тавра У нас уже Частично Развалилась 500 кп У него остается Скорее всего Ребята будут Добирать Т3 И спокойно Ретироваться К себе На базу Пошел Килл по гуле На всякий случай Даже армлет Забудил Чтобы не сдохнуть В случае чего Произошло бы это Крайне неожиданно Стану У нас откинулся Леон Леона Мана Дрейн В тройку Это значит Что быстро Сможет отрегениться И в ману Да Как я и говорил Максимально быстро Он ее себе восстанавливает И плюс Есть у него Еще и мангус На руках Сюда скорее всего Будет влетать Штурн спирит После этого Небольшого фарма В лесу И у него В скором времени Появится Арчит Да Первый обливин Став уже готов До следующего Пождает совсем чутка Тут так Сформит у нас Нейтралов Есть у него Вангвард Блинк И даже Блэдмейл Тысяча золота На руках Плюс еще Транквилла Ну и давайте Думать Насчет вариантов Ребят Развития событий У команды Рейнджеров Не особо много Вам нужно дать Вновь Отличное РП Чтобы Магнус Смог запровозить Всех оппонентов Под Атаки Своего союзника Который катает Нас на Свене Чтобы еще Сен при этом Был у нас Под блудбластом Максимального Левела И под Ну Блин Хотя что-то умное Сказать Но Какая Рейнджер У нас Прямо Сейчас Погиб Причем Погиб Так Глупо Что Ну Это было Невероятно Очевидно Типа Ты находишься На вражеской Половине Ну Ладно На усереденной Половине У тебя нет Ни одного Варда И ты Зачем Ты Давишь Давишь Туда Ясная Де Что На тебя Кто-то Вылезет Твои Тиммейты Смотри Где Находятся Вот они Вот тут Вот они Вот они Не парятся Что Что-то Пойдет Не так Они знают То Что Если Что-то Пойдет Не так Их Будет Сейвить Как минимум Тавер И Аура Трех Армора Трех Бонусного Армора Который В случае Чего Поможет Пережить Блэдстоун Гули Да Еще Останется Чутка Тут Нас Девард Отлично Мальтера Вард Оппонент Все равно Стягиваются Появляется У нас Свен Ну и моментальные Тепауты Плюс Макак Находится Вся Команда Рейнджеров Тут Нас Убегает Свен Свен Почему-то Бежит Самым Первым Зачем Он Не это Делать Я не Понимаю Спалил Настолько Что Свена Акс В итоге Откидывается Свен Нас Всем Прожимает ГДС А в итоге Агрит его Акс Блэдмил Не успел Прожать Сейчас Касуется Голем Под пятерым В это время Нас Застанил Одного Шторм Спирит Касался В ответ Голем Но Этого Все равно Маловато Это Тим Вайп Выполнить Команды Аниме ММР И ребята Думают Что могут На этом Заканчивать Игру Типа Рошан Там Осталось Ну Совсем Понты ПХП Единственное Что Ребята Забрали Из команды Сил Тьмы Забрали Вашего Принадлежащем Уходе Разумеется В итоге Илюшка У нас Спокойно Начинает Добирать Этот Тавр Остается У Тавра Еще 130 ХП Еще По тычке Скинулись Забили Его Крипы 10 секунд До появления С Веном Но По всей Мести Это Вообще Никак Не Останавливает Команду Сил Света Мальтера Стану Будешь Откидываться Нет Опа А тут У нас Пошел Паровоз Неплохой От Магнуса В итоге Запровозит Скручивает Сакс С Бладмейлом С Берсекер Сколом И начинают Они Навалив Своим Оппонентом Влетает Свэм По всем Будет Сейчас Стараться Угрыз Варлока Варлока Скорее Даже Будет Отпускать Потому Что По муспиду Нечетка Поболее 50 ХП Выжил Тут Нас Приплывает Спокойненько Шторм Спирит Есть У него 20 И орчат Может Я до сих пор Не пошел Дело Улетает Немного Назад Ликвидирует Предпоследнего Оппонента И точно так же Ребята Забивают Нас Свена Аегис Конечно Реализовали Но это Слишком Мало Разменять Всю свою Команду На 1 Аегис Шторм Спирит Это Самое Глупое Что мы Могли Сейчас Сделать В итоге Команда Хер Нас Пишет ГГ И это ГГ За 22 Минуты 43 Чему я Принспират Потому что Частую Такие игры У нас Затягиваются Под полтора Часа И комменти Это Совершенно Невозможно Но я на этом Говорю Спасибо Большое За внимание К сожалению Из намеченных Трех Игр Мы смогли Прокомментировать Только одну И то Меня В конечном Итоге Покинул Дингодил Но все равно Его Имя Я оставлю Потому что Он составлял Мне чудесную Компанию Почти целый Час Пока мы Ожидали Игры Но вам Я передаю Большое Спасибо И до Скорых Встреч Пам Пам